привет всем ребят в этом видеоролике расскажу каким образом можно нивелировать с потерей четкости картинки по ретрансляции в 2к разрешение на twitch в особенности если у вас full hd монитор то есть это метод наиболее актуален будет для вас а то что опять же в комментариях писали о том что ну мы будем получать мыльцо и чё с этим делать теперь получается что теперь мы вынуждены ставить разрешение и базовое и выходное одинаковая то есть если нас full hd монитор мы ставим 2048 на 1152 здесь и здесь почему именно это разрешение тоже поясню для тех кто не в курсе то есть это разрешение наиболее оправданная по ряду причин первая причина самое важное опять же это уменьшение потери четкости при масштабировании наша основная задача на указать наиболее близкое разрешению к full hd дальше это разрешение истинное то есть чисто технически она правильная потому что она кратная 8 там 16 ну это обусловлено принципом кодирование видео просто дальше следующий момент этого уменьшение нагрузки на видеокарту то есть тогда когда получается стримите именно с этим разрешением они 2 560 1440 как следствие у нас меньше нагрузка на кодировщик нагрузка на видеокарту меньше и это влияние на fps тоже ну соответственно меньше так что с точки зрения производительности она тоже здесь наиболее рационально и следующий плюс наиболее так скажем важный а он также актуален на этот это преимущество и для владельцев 2к мониторов это улучшение качества картинки то есть если мы стримим 2к разрешение качества картинки будет хуже потому что опять же нас битро это столько же там 9000 но разрешение у нас больше соответственно битрейта ну тоже в теории нужно увеличить тоже указать больше но битрейт у нас статичный у нас себе арбитрейт здесь это вот все то же самое как знаете мы в этом использовали разрешение 936p какие-нибудь там 720p ставили 900 и вот эти все возможные уменьшение разрешения с целью того чтобы улучшить качество картинки что наиболее актуально в основном как раз именно для динамичного контента каких-нибудь шутеров графонистых где картинка там с битрейтом ну даже вот 9000 вот на данный момент она будет выглядеть все равно плохо то есть получается есть у вас 2к монитор вы тоже можете использовать это разрешение но по нет сделал вас будет больше мыло и там вы уже можете поэкспериментировать какие-нибудь вот эти вот разрешение указать я оставлю ссылку на этот сайт вообще для владельца fullg монитор вот это разрешение наиболее оптимальное то есть у него одни плюсы хорошо но мы и в любом случае получаем что потерю четкости картинки так как нам теперь от этого избавиться потому что мы здесь не смог не можем использовать фильтр масштабирования у нас базовое выходное разрешение но одинаковое все очень просто мы теперь применяем фильтр масштабирования к источникам да я там перепробовал всевозможные варианты и в общем не работает фильтр масштабирования если мы его применяем к сцене тоже можно так сделать в области именно применить именно в сцене фильтр масштабирования какой-нибудь метод lancer это не сработало не знаю почему скорее все это какой-то баг ошибка но получается на выходе это ничего вообще не дало а вот если мы применяем фильтр масштабирования к именно источнику источники какие здесь для нас наиболее актуальны этого во первых захват игры захват экрана и веб-камера то есть ко всем этим источникам мы применяем фильтр масштабирования то есть вот у нас есть game capture то есть фильтр масштабирования и вот используйте либо метод lancer либо бикубический lancer обеспечить просто более высокую четкость картинки бикубический всегда вот считается сбалансированным но на самом деле разницы с точки зрения обычном производительности никакой нету потому что это все обрабатывается за счет ресурсов видеокарты так что можете совершенно спокойно юзать lancer но если вам прям так сильно хочется бикубический то ради бога в общем визуально вы и вряд ли какой-то разница вообще заметите и получается да вы используете к игре в веб-камере и при этом захвата экрана если у вас не так много источников то вы можете просто создать группу то есть нажимаете здесь плюсик создаете группу создается такая папка и просто все эти источники перемещаются в папку к эту и применяйте фильтр масштабирования уже к папке и все источники которые находятся в папке они будут уже с ну с фильтром масштабирования работает что касается результата в описании под видеороликом я размещу ссылку ну вот на этот скриншот и где у полутком можете посмотреть там увидеть разницу из этом открыть скриншоты в новой вкладке тоже почекайте судела посмотреть ну и раз я уже записываю видео тоже давайте проясню именно в нем о том что в теории если вы стримите в 2к разрешение то вот эта дорожка 1440 50 фпс она должна отображаться без со средства обхода блокировки в теории то есть например вот в турции да то есть я включал там под под турции да и в турции тоже ну как бы нет поддержки 2к разрешения то есть сами зрители они не могут смотреть стрим в 2к и нужно запускать тоже средства обхода блокировки но twitch в общем сделал так что сам стример может видеть свой поток в 2к разрешение то есть как сам стример вы его можете видеть и в общем короче говоря для россии это не работает потому что у нас такое глобальный стоит ограничение такой глобальный блок и получать в любом случае ну мало ли может быть где-то прочтете о том что вот вы как сам стример можете это видеть нет на самом деле не можете то есть я заходил вот опять же турции и видел да то есть я вижу что мой стрим работает 2к то есть я как стример выхожу из своей учетной записи 2к уже не отображается но для меня как стример отображается а вот для россии ну ничего не прокатило в общем все что хотел рассказать в этом видеоролике какие то вопросы будут пишите в комментариях всем удачи всем пока